Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Гомеле задержали школьницу, которая рекламировала магазин по продаже психотропов. Несовершеннолетняя попала в поле зрения сотрудников областного наркоконтроля во время проведения мероприятий на территории города Гомеля по выявлению участников интернет-магазина. 15-летняя школьница попалась непосредственно во время нанесения на здании трафаретных надписей, рекламирующих работу интернет-магазина по продаже наркотиков. Было установлено, что куратор интернет-магазина по продаже психотропов предложил девушке деньги в размере 3 рублей за каждую надпись. Она работала по ночам и вечерам и с помощью трафарета наносила надписи на фасадах зданий. Также было установлено, что девушка намеревалась сама заняться распространением наркотиков через закладки. В результате проведенных мероприятий по месту жительства несовершеннолетней изъяты трафареты, мобильный телефон с перепиской с куратором интернет-магазина и фотография мест, где ее были нанесены граффити с рекламным текстом. Девочка-подросток, поставленная на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, начат административный процесс по факту умышленного повреждения или уничтожения имущества. Житель Петриковского района незаконно хранил у своей матери более 200 патронов и порох. В январе этого года в лесу возле деревни Пилипоны были обнаружены останки трех оленей. Специалисты определили, что это дело рук браконьеров. Для установления причастных лиц стали проверять не только охотников, имеющих оружие, но и тех, у кого разрешение на хранение ранее имелось, но по каким-либо причинам было аннулировано. В конце января сотрудники Петриковского РОВД проводили санкционированный обыск жилища у 45-летнего мужчины. Дома у него ничего подозрительного не обнаружили. Однако знали о том, что в одном из населенных пунктов Петриковского района проживает и его пожилая мать, поэтому провели обыск и там. В результате был обнаружен бездымный порох весом около 200 граммов, 69 патронов калибра 7,62 мм, а также 150 патронов калибра 5,6 мм. Для чего все это хранилось, мужчина объяснить не смог. Все найденные боеприпасы были направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. В результате проведенных экспертиз экспертами было установлено, что патроны различных калибров пригодны для стрельбы. Петриковским районным отделом Следственного комитета в отношении владельца патронов возбуждено уголовное дело. Кража автомобильного топлива с госпредприятий была актуальна во все времена у нечистых на руку водителей. То, что солярка и бедин является наиболее частыми предметами хищения, знают и правоохранители. 16 марта в деревне Творичевка Музырьского района сотрудник ГАИ для проверки остановил автомобиль Форт Мондео под управлением 46-летнего местного жителя. В багажном отсеке было обнаружено 80 литров дизельного топлива. Вчера похожая картина наблюдалась уже в областном центре. При досмотре Тойоты, остановленной ночью инспекторами ГАИ на улице Бориса Царикова, было обнаружено 60 литров окрашенного дизельного топлива. В обоих транспортных средствах в багажных отсеках сотрудниками госавтоинспекции были обнаружены канистры с окрашенным дизельным топливом. Водитель одного из автомобилей пояснил, что данное топливо он украл с одного из предприятий. Водитель второго автомобиля каких-либо пояснений по данному факту не дал. По обоим фактам проводится проверка. Первая жертва весенних палов. В Реческом районе среди выжженной травы обнаружен труп местной жительницы. Судебные медики Государственного комитета судебных экспертиз установили причину смерти. В субботу 16 марта в агрогородке Лиски Реческого района на частном подворье обнаружена погибшая пенсионерка. Сын, придя в отчий дом, на приусадинном участке увидел следы горения сухой травы и свою погибшую 80-летнюю мать. Вероятнее всего, женщина попыталась самостоятельно справиться с огнем, но, потеряв сознание, упала и не смогла выбраться. При судебной медицинской экспертизе трупа пожилой женщины обнаружено более 90% термических ожогов пламени, поверхности кожи, а также термоангаляционная травма, то есть ожоги верхних дыхательных путей, отчего и наступила смерть. МЧС напоминает, что пало не приносит никакой пользы природе. Выжигание сухой травы уничтожает как все растения, так и всех животных и насекомых, находящихся в ней. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию и может быть опасен для человека. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.